ребят всем привет наш автобусы 37 номер сегодня в номере я 6 журнале он назван король городских кварталов а очень необычный автобус ну в плане кузова да такой вот он напоминает карету посмотрим мы с вами конечно же его посмотрим и посмотрим журнал его немножко стороночку обратимся к журналу посмотрим интересные фотографии есть наклеечка в каждом номере как вы знаете и самое интересное это три статьи в каждом журнале рассказывающие об истории и другие факты конкретной модели которые у нас представлена в номере конкурент лейландом конечно же мы с вами об этом поговорим но сперва давайте посмотрим интересные фотографии как раз вот рассказывается фотографиях история этого автобуса и не только автобусы начали свое зарождение в советской россии в начале двадцатых годов не в название автобуса это название шасси фотографии нам показывают как раз фотографии того времени фотографии конечно же фотографии нам расскажут историю того времени немножко я оговорился но это не беда был интересный экземпляр как раз вот увидите на фото самими сотрудниками завода работниками энтузиастами был изготовлен вот такой обтекаемый кузов на шасси я 6 по моему да вот как там написано да я 6 и знаете что интересно и здесь даже была установлена патефонная установка которая проигрывала музыку в данном автобусе представляете в то время уже люди ездили с музыкой тоже очень интересный факт в ростове на дону был произведен тоже вот в единичном экземпляре вот такой интересный троллейбус просто вот у кузова убрали капот и сделали вот такой троллейбус который имел от всего лишь одну штангу передвигался он по трамвайным линиям я так понял второй провод у него катился по рельсе то есть при помощи ролика ну конечно это уже не знаю устаревший какая-то на тот момент уже на момент создания неактуальный тип троллейбуса потому что в москве уже были запущены троллейбусы лк вовсю ходили но это наверно может быть какой-то эксперимент был я думаю вы прочтете в журнале технических характеристики тоже очень интересны ознакомитесь есть в журнале также схема автобуса она естественно с расположением сидений в салоне водительского места и сам кузов автобуса вот приведена в такой двухцветной схеме окраски бежево-зеленый бендеровский автосборочный завод нам рассказывает о том что на этом заводе производили автобусы для нужд армии которые обслуживали военные городки но они тоже имели место быть тоже нужны были для армии такие автобусы ранное шасси тоже интересная статья в то время автобусы все были на рам на равных шасси конечно же имели очень большой вес фотографии вот тоже посмотрите какие автобусы производились на шасси и минут на равных шасси автобус гигант кстати вот по поводу этого автобуса хотелось бы чтобы он был тоже в журналке ну не знаю посмотрим время покажет информация наверное засекречена но такой автобус тоже бы я бы хотел иметь в коллекции следующий номер будет 38 большие амбиции карус 556 очень интересная модель у меня кстати есть он но вот от журналки тоже у меня будет но у меня другого производителя ну а мы с вами конечно же посмотрим саму масштабную копию вот этого автобуса она мне интересно ребята мы давайте сейчас откроем блистер и посмотрим что там у нас за автобус такой вот такая интересная модель автобуса ребят автобус я шесть немножко мы с вами углубимся в историю который я пропустил показываем журнал в 1924 году для организации автобусного движения в городе москва были закуплены английские автобусы лейланд но в итоге в общем конструктора изучили досконально техническую документацию этого автобуса и начали производить вот такие кузова сами уже на своих мощностях но это было шасси закупали они в той же англии но эти шасси были неудобны был с правой стороны руль неудобно и тяжелое сцепление много всяких технических там было изъянов которые не устраивали наших разработчиков и в 1929 году было запущено производство 5-тонных грузовиков як-5 и решили взять шоссе от этого грузовика а его удлинили примерно на полметра и стали использовать уже вот свои технологии ну конечно же шоссе тоже было она не без изъянов хотя оно было более технологично чем вот эти английские шоссе например наш двигатель на этом шоссе запускался со стартера с электрического в то время как английские двигателя запускались в рукояткой обычной ручной и также было неудобное сцепление наше сцепление было многодисковым она конечно же имел мягкость при переключении но опять же смотрите когда начали устанавливать вот на такие шоссе этим большие кузова он имел очень большую посадку видите потому что устанавливалась это все на раму и вот конструктора доработали поставил такие вот лесенки для удобства посадки ну конечно это относительно скажем так удобства да но в то время были такие технологии еще был такой момент у него забывал задний мост я 6 у этого автобусного шоссе были конечно и другие изъяны кузов ходил всего лишь три года но это потому что было несовершенно подвеска что касаемо модели я вот конечно же сравниваю по фотографиям по детализации детализация очень хороший если сравнить опять же с фотографиями конечно это очень простая модель не здесь не поворотник умеет столько фары нету задних фонарей но этого года того времени потому что их наверное и не могло быть в принципе это ребят 20-х годов советская россия только что это все начало зарождаться и внедряться в производство что уж не знаю по салону там были деревянные или может быть кожаные сиденья тоже мне пока это неизвестно может быть где-то в музеях появится данная техника и мы там уже с вами будем знать уже точно в плане детализации все очень красиво простенько как раз соответствует тому духу времени например вот вы видите шасси да она очень простое имеет задний мост карданные валы естественную хладную систему и какую-то имитацию двигателя но это наверное топливный бак да такой вот огромный большой конечно же есть запасное колесо в принципе наверное по низу все материал изготовления ребят это сам кузов изготовлен из пластика вот капот скорее всего это у него металл ну и такая моделька она достаточно тяжелая не знаю наверное скорее всего днище может быть она днище этого кузова может быть металлической потому что действительно имеет модель вес и ну наверное придает какой-то наверное особый момент для тех кто не любит пластиковые модели чтобы наверное был вес да ребят эта модель имеет вес но материалы вот такие вот они при изготовлении но это не страшно совершенно пластик он не дает нисколько повода чтобы сомневаться в какой-то детализации да все есть очень интересная и расшивка здесь поручни вот такие вот защитные рамы наверное чтобы дети или из пассажиров кто-то не попал под колеса и этой тяжелой махины она действительно была тяжелая кузов был деревянный и как я вам говорил из-за несовершенства подвески он расшатался ребят и по стечении трех лет эксплуатации грозился сложиться во время поездки ну сама моделька очень интересно как я вам говорил журналка она очень уникальна потому что нам вот дает возможность иметь в коллекцию такие вот интересные модели да где у других производителей мы например их может быть и не увидим никогда здесь цена-качество мне все понравилось ребят и вам конечно же я буду рекомендовать к приобретению данной данной модели автобуса в коллекции если вы занимаетесь историей автобусной истории то естественно такая модель должна быть в коллекции без ее она будет неполной почему а потому что вот с них все и начиналось вот такой вот автобусное движение в советской россии поэтому ссылочку вам оставляю в описании к данному видео проходите заказывайте эту модель или может быть какая-то вам понравится другая заходите на сайт компании модели наши автобусы и делайте свой выбор все на это мы с вами увидим в следующем номере посмотрим с вами обязательно 50 50 556 карус пока всем